Этот полисадик открыли в канун Нового года. На сегодняшний день в нем уже занимаются 17 дошколят, а в очереди на зачисление стоят еще 20. Потребность в таком учреждении давно была у жителей ЖК Солнечная система и две столицы. Теперь, чтобы привезти своего ребенка в сад, Наталье Ивановой нужно пройти всего 5 минут пешком и можно спокойно ехать на работу. 17 числа открылась группа и, собственно говоря, пока мы ходим в адаптационную группу. То есть мы не ходим пока на полный день, мы ходим до 12, пока привыкаем, но ребенку очень нравится. Заместитель главы администрации по вопросам социальной политики, культуры и спорта Ирина Теслева посетила мини-сад, чтобы оценить условия, в которых занимаются дети. Также она пообщалась с родителями и педагогами. Вот это вот решение, что всех собираем в одном месте, организуем образовательные пространства для нашей школы, и она, ну, думаю, наиболее эффективна. Правильно. И я думаю, что проект строился с учетом возможности, например, делать группу продленного дня чуть ли не с дневным сном. Полисадик расположен на базе школы номер 32 и рассчитан на 138 человек. Принимают детей от двух лет. Ребята живут в соответствии с режимным моментом, у них режим соблюдается дня, они завтракают, обедают, ужинают, у них есть полдник, они гуляют. И самое главное, они социализируются, они общаются с детьми, они получают навыки общения, они получают навыки поведения, как общаться, как играть, как дружить, как решать какие-то свои маленькие задачи и проблемы. Такие мини-сады открываются в городском округе при поддержке главы ХИМОК Дмитрия Волошина и правительства Московской области. Это пилотный проект, который реализуется в 10 муниципалитетах нашего региона. Всего в городском округе за год было открыто три таких учреждения общей вместительностью 300 человек. На 22-й год у нас запланировано открытие четырех полисадиков. Количество мест не менее 280, тоже это полноценный детский сад. И мы сейчас подбираем наиболее оптимальные площади для того, чтобы открыть полисадики в 2022 году. Появление таких мини-садов позволяет разгрузить очереди в дошкольные учреждения округа.